Радары противника, аналогичные сигналам советских радаров. Но А-10 будут выдерживать боевой курс, в случае необходимости маневрируя, чтобы не быть сбитыми. В бою само количество разнообразных угроз может ошеломить лётчика. Манёвры «Красный флаг» спланированы так, чтобы создать ситуацию, максимально приближенную к боевой, сохраняя, однако, определённые правила боя по соображениям безопасности. После бомбометания А-10 разворачиваются, чтобы обстрелять колонну из своих 30-мм. Никому не пожелаешь услышать этот звук над своей головой. Полёт уже заканчивался, когда нас неожиданно атаковали. По условиям задачи мы не использовали полной мощности радара. Иначе никакого воздушного боя могло не получиться, а это тоже часть манёвров. К тому же никогда не знаешь, что может случиться в настоящем бою. Бывают, и радары отказывают. Пора возвращаться. Завтра будет другая задача и новые опасности. Результаты манёвров в «Красный флаг» часто непредсказуемы. Как правило, эскадрильи, впервые участвующие в них, поначалу терпят поражение от агрессоров. Но вскоре приходит опыт и начинает доставаться самим агрессорам. К тому же никогда не знаешь, что произойдёт в следующий раз. Возможно, агрессорам позволят отказаться от безуспешной тактики и импровизировать. Для того, чтобы повысить ставки в этой игре, иногда привлекается посторонняя помощь. Например, морские лётчики. А если в игре принимают участие они, чем она кончится, не знает никто. Всё это часть тренировок. Необходима бдительность и постоянная готовность. Идёт ли речь о нанесении карательного удара, о прикрытии и эвакуации американских граждан, и даже о поддержке союзника, который подвергся нападению, наши пилоты и службы технического обслуживания должны быть готовы. Не может быть слишком далёкой цели, слишком мощной обороны, слишком трудной задачи. Максимально приближенные к боевым условиям сложные тренировки готовят лётчиков всех родов войск к выполнению задач, в которых, возможно, никогда не возникнет необходимости. Но если такая необходимость появится, они будут готовы к нанесению удара с воздуха. Сценарист и режиссёр Хью Манроу Нилли. Сценарист и режиссёр Хью Манроу Нилли.